2011 год. В Сирийской Арабской Республике началась Гражданская война. Территория страны стала уязвимой для различных террористических организаций, подпитываемых извне. Бандиты воспользовались сложившейся ситуацией. В течение последующих четырех лет некогда процветающая и миролюбивая Сирия превратилась в раздираемое террором государство на грани коллапса. Практически каждый житель Средиземноморского рая прошел через ужасы разбоев, вандализма и убийств. На территории Сирии образовалось несколько зон, захваченных различными вооруженными бандформированием. В их рядах насчитывалось свыше 300 тысяч человек. Террористы контролировали основную часть территории страны. Боевики проводили массовые казни, насиловали женщин, грабили дома мирных жителей и культурные центры, уничтожали древние памятники, разрушали храмы и мечети. Было узаконено рабство. В стране погибли сотни тысяч человек. Почти 4 миллиона сирийцев стали беженцами. Против бандитов выступали правительственные силы и их союзники. Всего около 300 тысяч человек. В 2015 году у ближневосточной страны появилась надежда на спасение. Россия начала в республике широкомасштабную военную операцию по борьбе с международным терроризмом, которая кардинальным образом изменила сложившуюся ситуацию. Десятки объектов инфраструктуры, более 50 летательных аппаратов и труд почти 2 тысяч военнослужащих обеспечивает борьбу за мир в Сирии. Это авиабаза «Хмеймим». Именно отсюда в сентябре 2015 года началась спецоперация вооруженных сил России. Без «Хмеймима» такие города, как Алеппо и Пальмира, до сих пор бы находились в руках боевиков. Но российские военные пришли в Сирию не только бороться с терроризмом, но также и спасать и помогать. 30 сентября 2015 года. Эта дата уже вошла в мировую историю и, безусловно, стала судьбоносной для сирийского народа. Именно в этот день Воздушно-космические силы России нанесли первые авиаудары по позициям боевиков-террористов. Сирийская армия 4 года обороняясь от незаконных вооруженных формирований, она вела в основном боевые действия отступательного характера. Буквально через две недели после начала воздушной операции наших Воздушно-космических сил в Сирии появились отдельные такие тенденции уже перехода к наступлению на некоторых направлениях. Эту операцию российских вооруженных сил за рубежом единогласно одобрил Совет Федерации после того, как президент Сирии официально обратился к России за военной помощью. Решение дать жесткий отпор террористам было продиктовано в том числе необходимостью защиты национальных интересов самой Российской Федерации. Ведь боевики вербуют в свои ряды и наших граждан. Речь идет уже не о десятках, не о сотнях, а о тысячах таких россиян, часть из которых уже вернулась на территорию Российской Федерации. И легко предположить, не надо быть правительством, что они и дальше будут возвращаться на нашу территорию. Таким образом целесообразно действовать на опережение и действовать на дальних рубежах, а не сталкиваться с этой проблемой потом у себя в России. Действуя в рамках международного права, Россия создала в Сирии эффективную военную группировку. Прилетев на авиабазу «Хмеймим», мы с трудом могли осознать, что еще каких-то пару лет назад здесь была только разбитая взлетно-посадочная полоса и пустующее здание аэропорта. За короткий срок была создана современная инфраструктура. Построена жилая зона, кольцевая автомобильная дорога, вертолетные площадки, ремонтные мастерские, столовые и многое другое. Приходилось начинать все с нуля с оборудованием авиационной базы, прежде всего охраны, обеспечения пропускного режима. Было понимание то, что за нашими спинами это жизнь наших военнослужащих, в том числе медиков, наших женщин. И главная задача стояла не допустить на базу террористов для того, чтобы не могли произведены теоретические акты. Но с каждым днем задачи и спектр задач увеличивался. Для доставки на авиабазу «Хмеймим» тылового обеспечения, вооружения и военной техники российскими военными была разработана и применена уникальная логистическая схема, которую позже назовут «Сирийский экспресс». Только в 2015 году через Средиземное море в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе было совершено более 100 рейсов. За месяц порт принимал более 100 тысяч тонн грузов различного назначения, включая гуманитарную помощь. В истории России эта транспортная операция стала самой масштабной по объемам доставки грузов за рубеж в рекордно короткие сроки. На сегодняшний день порт «Артус» является единственной точкой доставки, поскольку здесь железной дороги нет, автомобильным транспортом не достаешь. И, как показала история ведения войн, воздушным транспортом много грузов не перебросишь. Поэтому основные грузы, гуманитарные грузы, грузы, которыми снабжается армия Сирийской Арабской Республики, они идут через порт «Артус». Поэтому это фактически важный узловой момент во всем снабжении группировки. Транспорт прибывает фактически ежедневно. Всего за два месяца после начала операции ВКС России кораблями различного класса было доставлено 214 тонн различных грузов. Расстояние на сегодняшний день – это не менее 10 тысяч километров, и необходимо обеспечить все с территории нашего государства. Поэтому на сегодняшний день наши войска, все находящиеся там, обеспечены достойными комфортными условиями проживания, достойным обеспечением, соответствующим на сегодняшний день всем параметрам, и обеспечение в Сирийской Арабской Республике на сегодняшний день наложено и идет без срывов. Все это позволило оперативно развернуть в Средиземном море группировку кораблей военно-морского флота, а на базе Хмеймим смешанную авиационную группу ВКС России. В нее вошли оперативно-тактическая авиация, которая состоит из бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков, военно-транспортной авиации, а также самолеты разведки и ударные вертолеты. Владимир Викторович, какие основные задачи решает авиация вооруженных сил России в Сирии? Основной задачей нашей авиации является прикрытие авиационное и поддержка правительственных войск Сирийской Арабской Республики при освобождении территории Сирии от международных террористических и экстремистских организаций. Немаловажное значение имеет также задача доставки гуманитарных грузов в районы Сирии, где население терпит гуманитарную катастрофу. Военная операция в Сирии – это уникальный для нашей страны опыт управления войсками, которые выполняют боевые задачи за рубежом. Москва. Национальный центр управления обороной. Доклады поступают сюда в режиме онлайн. Здесь же формируются стратегические задачи. 301-й. Подтверждена информация о нанесении авиаудара в районе населенного пункта Джисур-Эш-Шугур. Объект склад боеприпасов уничтожен. Работали СУ-24М 2 единицы. Нанести обстановку на карте. 20 ноября 2015 года. Владимир Путин проводит селекторное совещание с руководством Минобороны. На прямой связи в том числе ХМИМИМ. Состав авиационной группировки увеличим в два раза. И доведем до 69 самолетов. Ежедневно совершается 143 самолета вылетов. Морская группировка насчитывает 10 кораблей. Из них 6 в Средиземном море. 20 ноября. Корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по 7 целям в провинциях Рака, Идлиб и Алеппо. Все цели поражены. С середины ноября 2015 года по решению военного руководства к операции подключаются самолеты дальней и стратегической авиации. Для бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС это стало настоящим боевым крещением. Ведь до этого им не приходилось участвовать в реальных боевых действиях. Самолеты с высокой точностью наносят массированные ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков. Сегодня пара самолетов Ту-160, взлетев в сэродром Оленя, осуществили дозаправку в воздухе, преодолели расстояние в 9500 километров и нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами из района Средиземного моря по объектам террористов. Цели российской боевой авиации – командные пункты, склады, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств и другие позиции незаконных бандформирований. В Национальном центре управления обороны знают о каждом шаге российских подразделений. В общей сложности в ходе воздушной операции стратегическая оперативно-тактическая авиация совершила 522 самолета вылета. Осуществлен пуск 101 крылатой ракеты воздушного и морского базирования. Заброшено 1400 тонн бомб различного назначения. Всего поражено 826 объектов противника. Действия России вызвали бурную реакцию со стороны зарубежных СМИ. Например, вот эти кадры, снятые из беспилотника, иностранные журналисты расценили как промах российских летчиков. Но на самом деле был уничтожен углубленный и хорошо защищенный объект террористов. Мы с первого дня никогда не скрывали. Мы показывали, где мы работаем, что мы бомбим, как мы бомбим, какие есть результаты. И я хочу с честью и достоинством сказать, что мои пилоты за все время нахождения там ни разу не промазали, ни разу не нанесли удар по запрещенным объектам, так называемым чувствительным местам. Это школы, больницы, мечети, другие какие-то там святые места. С самого начала проведения операции в Сирии Министерство обороны России практически в ежедневном режиме информирует мировую общественность об актуальной оперативной обстановке, сообщает о целях и задачах, стоящих перед российскими военными. На экране вы видите прямое попадание, объект полностью, как вы видите, уничтожен. Обстановка на фронтах кардинально изменилась уже спустя несколько недель после начала операции. При поддержке российских ВКС правительственные войска наконец-то смогли начать масштабное наступление в провинции Хама, в районе, где сосредоточились крупные силы боевиков. Уже в первые сутки после начала бомбардировок сирийские войска освободили 8 населенных пунктов и продвинулись на 70 километров. По данным сирийской оппозиции, и данную информацию подтверждена и правительственными войсками, благодаря точным ударам российской авиации в течение последних двух суток сорваны планы террористов по наступлению в районе города Хама, причем с нескольких направлений. Это интервью записано на сирийском аэродроме. Сразу после начала выполнения боевых задач Игорь Коношенков пригласил на авиабазу журналистов, в том числе иностранных. Мы приехали сюда увидеть, как живет российская авиабаза, почувствовать живой пульс боевой работы. Журналисты своими глазами смогли увидеть, как устроена база и быт российских военных. Здесь есть все необходимое. Свои прачечные, хлебопекарни, душевые и бани. В Кимбах, так называют жилые модули, есть сплит-системы, которые спасают от жары и не дают замерзнуть ночью. Сколько всего вообще вылетов совершили российские летчики с момента начала операции? Сколько объектов они успели поразить? Всего с момента начала операции в Сирии наша авиация выполнила более 22 тысяч боевых вылетов. Обнаружено, выявлено и точечно поражено более 70 тысяч объектов. В основном это лагеря террористов, лагеря их подготовки и склады с боеприпасами и вооружением. У летчиков есть традиция. Перед боевым вылетом подойти к самолету и немного его погладить, пообщаться. Для российского военного самолет это не просто авиационный комплекс, а такой же близкий соратник, как и остальные однополчане. Непосредственно я, как штурман, занимаюсь навигацией, отвечаю за боевое применение, отвечаю за то, чтобы наш экипаж вышел в заданный район, в заданное время нанес точечный удар секунда в секунду с минимальными отклонениями от координат. Су-30СМ – первый в мире серийный боевой самолет, который обладает сверхманевренностью. К тому же для нового истребителя значительно расширена номенклатура используемых ракет, что делает его более универсальным и эффективным оружием. Авиационный комплекс позволяет выполнять одновременно задачу по земле и по воздуху. У нас есть режим раздельно, где летчик может выполнять прицеливание по воздуху, обзор вести воздушного пространства. И одновременно при этом штурман может выполнять задачи по нанесению удара по земле. Су-35С – многофункциональный истребитель, который по своим характеристикам вплотную приближается к самолетам пятого поколения. Он может с высокой эффективностью вести дальние и ближние воздушные бои, а также уничтожать наземные и надводные объекты. Мы применяем различные виды вооружения, начиная от корректируемых авиационных бомб, заканчивая неуправляемыми авиационными бомбами. Работаем гуманно. То есть, если мы прилетели в заданный район работы, и там поступила информация, что там находятся гражданские люди, мы работу не выполняем, возвращаемся на аэродром, либо работаем по другим оперативным целям. Также используются фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М. И хотя Су-34 многофункциональный истребитель-бомбардировщик, в Сирии больше ценится его потенциал как раз в работе по наземным объектам. На боевое задание они вылетают в паре с истребителями. Так спокойнее. Су-34 является многоцелевым истребителем-бомбардировщиком, но основная его задача, конечно же, является работа по наземным и надводным целям. Для этого у него предназначены как лазерная телевизионная станция наведения, через которую можно обнаруживать цели с различных высот, выполнять по ним прицеливание и точное бомбометание. Высокая эффективность и живучесть штурмовика Су-25 была доказана еще в Афганистане. Теперь его модернизированная версия выполняет задачи по борьбе с терроризмом. Су-25СМ почти всегда работает в паре и способен на малых высотах поражать позиции боевиков. Мы тщательно продумали, прежде чем туда идти, подготовили летный состав, отработали взаимодействие и с местным руководством, с сирийским, и, естественно, с нашими разведорганами. Уточнили, где кто находится, по каким районам можем работать, по каким районам. Осторожно очень надо где-то. И благодаря этому результаты вы сами видите налицо. Значительную часть разведывательной информации о позициях бандформирований российские военные получают от бойцов сил специальных операций, действующих в тылу противника, либо с помощью средств космической разведки и беспилотных летательных аппаратов. Система «Круз» — это комплекс разведки управления связи, стрелец называется, который в автоматическом режиме обнаруживает цели, пусть это будет беспилотник или разведчик, который находится на земле, цели обнаружил, определил. В автоматическом режиме все данные о ней, координаты уходят на средства поражения. Пусть это будет самолет, летчик видит и применяет вооружение. Беспилотник помогает осуществить разведку даже в труднодоступных горных районах. В зависимости от дальности полета используется один из трех типов. В реальном режиме времени круглосуточно, дневное и ночное время, может сопровождать колонны, находить местонахождение незаконных бандформирований, лагеря подготовки, убежища. Глубина ведения разведки составляет от 120 километров до 400 километров, в зависимости от поставленных задач. В Москве хорошо понимают, очень важно лишить террористов источника доходов. На этих кадрах зафиксировано, как российская авиация наносит удары в районе Пальмиры по захваченным боевиками объектам добычи, переработки и транспортировки нефти. Боевые самолеты также уничтожают автомобильные цистерны с нефтепродуктами. Основные усилия, сосредоточенные на подрыве финансово-экономической базы ИГИЛ. Уничтожены 15 объектов хранения и переработки нефти. 525 автоцистерн. Прекращена поставка на черный рынок 60 тысяч тонн нефти в сутки. А террористы недосчитались полтора миллиона долларов ежедневно. География авиаударов российских ВКС на территориях скопления бандитов обширна. В перекрестии прицела объекты террористов в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хомс, Дейр-Эззор и других. Министр обороны особо подчеркивает успех в одной из провинций. Бандформирование несет значительные потери. В результате удара крылатыми ракетами только по одному из объектов в районе Дейр-Эзора уничтожено более 600 боевиков. Все поставленные вами задачи решены. Вооруженные силы перешли к выполнению следующего этапа операции. Задачи выполняются и выполняются хорошо. Я хочу вас всех поблагодарить, но отмечаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы очистить Сирию от боевиков, террористов и оградить Россию от возможных террористических атак. Итак, прошу начальника генерального штаба, министра обороны регулярно докладывать о том, как идет выполнение поставленных перед вами задач. Удачи вам. В активной фазе операции ежедневно выполнялось около полутора сотен боевых вылетов. Даже при такой загруженности система материально-технического обеспечения работает как часы. Тыловики и техники используют весь потенциал авиабазы. Вы же понимаете, что когда авиация работает круглые сутки, то там должны вовремя подвезти и заправить самолет, и зарядить, и боеприпасы доставить. Это огромный труд. После посадки самолета сразу же начинается его подготовка к очередному вылету. Инженерно-технический состав работает круглосуточно. Нормированного рабочего дня тут такого понятия вообще нет. Выполнение боевых задач от личного состава всегда требует постоянной собранности, дисциплины и полной самоотдачи. Здесь личный состав работает в круглосуточном режиме, постоянно осуществляя подготовку боевых вылетов. За рубежом российские войска могут рассчитывать только на свои силы и ресурсы. Поэтому здесь создана техника-эксплуатационная часть. Она позволяет прямо на авиабазе устранять неисправности и производить ремонт авиационного оборудования. Авиационные двигатели не любят пыли и могут забиваться непосредственно пылью. Поэтому приходится дополнительно осматривать лопатки авиационных двигателей, чтобы на них не было никаких забоев, вмятин. Наравне с самолетами весомый вклад в результативность боевых действий сирийских войск вносят и российские боевые вертолеты. Армейская авиация в Сирии – незаменимый участник спецоперации. Действуя на предельно малых высотах, винтокрылые бойцы охраняют колонны и ведут поисково-спасательные работы. На базе находится около десятка машин, полностью готовыми, заправленными баками и заряженным вооружением. На авиабазе «Хмеймим» развернута вертолетная эскадрилья, без участия которой освобождение сирийских территорий было бы крайне сложным. В составе вертолетной эскадрильи находятся вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28 и К-52. В общей системе обороны и охраны аэродрома «Хмеймим» вертолетная эскадрилья выполняет одну из важнейших функций. Разведывается задача обнаружения боевиков, обнаружения джекат-мобилей, групп боевиков, которые передвигаются наземным транспортом. Боевые вертолеты выполняют уничтожение либо нейтрализацию живой силы противника. Вертолеты Ми-24 используются для охраны аэродрома «Хмеймим», разведки и поисково-спасательных работ. С этими задачами могут справиться и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ. На базе «Хмеймим» поисково-спасательная группа всегда находится в режиме постоянного дежурства для того, чтобы оперативно эвакуировать людей, которым требуется помощь. Также для огневой поддержки либо прикрытия есть в каждом вертолете пять бойцов. Вот сейчас можно увидеть, как у них происходит тренировка. Василий, расскажите, как выглядит ваша работа и на какие этапы она разбита? Работа поисково-спасательной службы заключается в несении дежурства на земле, а также сопровождении ударов авиации. В экстренных случаях мы в готовности прибыть в указанный район, прикрывая огнем, эвакуировать экипажи, назначенные в место. Вертолетчики могут вступить в ближний бой и днем, и ночью. Ночные охотники, вертолеты Ми-28Н, способны с легкостью отследить колонны боевиков, которые все чаще стали передвигаться под покровом темноты, надеясь остаться незамеченными. Ми-35Н и Ми-28Н, они выполняют задачи с очками ночного видения, выполняют функции по обнаружению живой силы, инфраструктуры боевиков, выполняют сопровождение вертолетов Ми-8, которые также выполняют функции с очками ночного видения. И боевые вертолеты нейтрализуют живую силу и объекты противника. Российским летчикам необходимо быть предельно бдительными. При любой возможности боевики пытаются применить зенитные установки либо переносные зенитно-ракетные комплексы, а также стрелковое вооружение. На выполнении боевой задачи мы наблюдали не раз обстрел из ушек, а также по вертолетам происходит обстрел из тингеров ракетами. Для сохранения жизни и здоровья и обеспечения безопасности летного состава было принято решение, все воздушные суда, участвующие в операции, действуют на высотах, которые не позволяют незаконным вооруженным формированиям наносить поражение летательным аппаратам. 11 декабря 2015 года. Москва. Спустя два с половиной месяца после начала операции в Национальном центре управления обороной проходит расширенное заседание коллегии военного ведомства. Открывая его, верховный главнокомандующий подчеркивает, ситуация в Сирии представляет угрозу для России и всего мира. Боевики, в том числе выходцы из России, стран СНГ, создали в этой стране настоящий плацдарм. Их планы были очевидны – укрепиться и перенести свою экспансию на новые регионы. По данным спецслужб, на осень 2015 года в террористические организации, действующие в Сирии, были вовлечены более двух с половиной тысяч россиян и порядка трех тысяч граждан стран СНГ. Причем вербовка в ряды боевиков продолжается до сих пор. Органы ФСБ практически на всей территории страны, то там, то здесь, вскрывают замаскированные ячейки различных террористических организаций, в том числе и пресловутый ИГИЛ. А выходцы из России и не только с Северного Кавказа, а из различных регионов, причем представители разных этнических групп, не только принимают активное, открытое участие в боевых действиях, но еще и бравируют своим участием в карательных акциях. Ключевой темой становится инцидент с российским Су-24М. Это видео было снято боевиками 24 ноября 2015 года. Сбитый турецким F-16 российский самолет падает над сирийской территорией. Экипаж успел катапультироваться, но во время приземления был обстрелян боевиками с земли. Погиб командир Су-24 Олег Пешков, а во время поисково-спасательной операции морпех Александр Позынич. Мы всегда будем помнить боевых товарищей, погибших при исполнении своего служебного долга в борьбе с террором. И хочу предостеречь тех, кто вновь попытается организовать какие бы то ни было провокации против наших военнослужащих. Нами уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих и авиабазы. Она усилена новыми навязывениями и средствами ПВО. Все действия ударной авиации ведутся под прикрытием истребителей. Приказываю действовать предельно жёстко. Любые цели, угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуры, подлежат немедленному уничтожению. После инцидента с российским самолётом авиабаза «Хмимим» была оснащена новейшим комплексом ПВО С-400. Высокоэффективное оружие способно контролировать воздушную обстановку в радиусе сотен километров. Один из комплектов поставлен в Сирии. С его поставкой там мы навели сразу порядок в воздушном пространстве. Вы об этом прекрасно знаете. Ну и не только вы, и телезрители наши. Это очень серьёзный комплекс и надёжная защита наших и воздушных рубежей. Ну и, естественно, и лётчиков, которые находятся в кабинах самолётов, выполняют задачи в Сирии. Воздушная обстановка, в том числе и над авиабазой «Хмимим», контролируется из совмещенного командного пункта авиации и ПВО. Александр, а какая работа ведётся в этом здании в рамках противовоздушной обороны? Вся информация, которая стекается от источников радиолокационных станций, значит, коммутируется и замыкается здесь, на этот центр боевого управления, то есть совмещенный командный пункт. Значит, на этом экране мы видим отображение всех воздушных объектов, летательных аппаратов, которые находятся в небе над Сирийской Арабской Республикой, а также прилегающей к ней граничных государств. Зелёным цветом, как вы видите, отображаются гражданские воздушные суда, совершающие пассажирские рейсы. Красным цветом – это самолёты Сирийской Арабской Республики и самолёты ВКС России. И жёлтым цветом отображаются воздушные объекты принадлежности к коалиции государств, возглавляемые США. Структура противовоздушной обороны «Хмимима» имеет много уровней и готова дать отпор даже в случае непредвиденной полномасштабной атаки с применением летательных аппаратов. Одна из основных угроз в небе над Сирией – это наличие большого количества летательных аппаратов с реальной подвеской вооружения, которые могут находиться в непосредственной близости от нашей группировки войск, а также наличие у незаконных вооружённых формирований таких средств поражения, как баллономётов. Это самодельные кустарные устройства представляют из себя переделанные реактивные системы залпового огня, применяемые не раз в таких городах, как Алеппо, Пальмира, наносящие довольно-таки большой урон зданиям, сооружениям и личному составу. По команде дежурного все силы и средства ПВО переводятся в полную боевую готовность. А экипажи истребительной авиации занимают свои места. На авиабазе «Хмимим» и в целом в Сирийской и Арабской Республике развернуты наши комплексы противовоздушной обороны. В первую очередь это комплексы дальнего действия С-400 и С-300В4. Они обеспечивают безопасность на дальних поступах к аэродрому и объектам Российской Федерации. И непосредственное прикрытие самого аэродрома осуществляет наши комплексы «Панцирь-С-1». В апреле 2017 года наша съёмочная группа стала свидетелем боевой работы «Панцирь-С-1». На авиабазе сработал сигнал тревога. С горных районов Латакии боевики выпустили в сторону «Хмимима» самодельные реактивные снаряды. Комплекс отреагировал молниеносно. Можно с уверенностью сказать, современная разработка отечественной оборонной промышленности спасла жизнь нам и многим нашим военнослужащим. Работали в секторном режиме. На дальность 12 километров была обнаружена цель высокоскоростная, со скоростью 415 метров в секунду. Машина работала полностью в автоматическом режиме. В итоге цель была уничтожена на дальности 4,5 километра. В январе 2016 года, благодаря действиям авиации России, правительственным войскам удалось кардинальным образом переломить ситуацию и обладать инициативой практически на всех направлениях. Из 15 направлений, на которых ведутся боевые действия в Сирии, на 10 сейчас ведутся боевые действия наступательного характера, на 3 осуществляется подготовка к наступлению, и на 2 направлениях подразделения обороняются. Эти кадры были сделаны в начале марта 2016 года во время ожесточенных боев за Пальмиру. Вокруг древнейшего города террористы создали мощную систему обороны. Она состояла из нескольких эшелонов с долговременными опорными пунктами и огневыми точками на господствующих высотах. К началу операции в марте в окрестностях города террористами было сосредоточено более 4 тысяч боевиков. Порядка 25-30 танков и БМП, более 20 единиц ствольно-реактивной артиллерии. Минометы, около 60 комплексов ПТУР, также около 50 автомобилей повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением. Операция правительственных войск по освобождению Пальмиры проходила под руководством российских военных советников при поддержке ВКС России и сил специальных операций. В один из дней было совершено более 40 боевых вылетов, во время которых авиация уничтожила свыше 100 объектов террористов. В ходе этих боев погиб офицер ССО Александр Прохоренко. Он проводил разведку и корректировал авиаудары, но попал в окружение и вызвал огонь на себя. На протяжении всей операции, и в Пальмире в том числе, для поддержки сельских войск в районе Пальмире наши воздушно-космические силы выполнили около 500 боевых вылетов, в ходе которых по террористам было нанесено свыше 2000 авиационных ударов. В результате были уничтожены основные опорные пункты, позиции артиллерии террористов. На всех господствующих высотах вокруг города были уничтожены террористы. В итоге, меньше чем за месяц, 27 марта 2016 года, сирийским войскам удалось освободить Пальмиру от боевиков. Эта операция имела стратегическое значение. Террористы не смогли перегруппировать свои силы, что значительно сказалось на снижении их оборонительных возможностей в районе городов Дамаск и Алеппо. В марте 2016 года территорий подконтрольных боевикам становится все меньше. Сирийские войска освобождают более 10 тысяч квадратных километров и уничтожают 26 тысяч объектов террористов. Эти успехи позволили создать новые условия для ускорения мирного процесса. В связи с этим в Кремле Верховный Главнокомандующий дает оценку действиям российских военных. Наши военнослужащие, солдаты, офицеры проявили профессионализм, слаженность, умение организовать эту боевую работу вдали от своей территории, не имея с театром военных действий общей границы. Опыт показал, в ходе военной операции в Сирии отработана уникальная система управления на всех уровнях и выстроен надежный механизм взаимодействия различных видов российских вооруженных сил и сирийской правительственной армии. Профессиональное стратегическое и военно-тактическое планирование позволило эффективно руководить боевыми действиями на дальних географических расстояниях. Главным критерием эффективности системы управления созданной являются те результаты, которые мы достигли в Сирии на сегодняшний день. Если бы эта система не была эффективной, то мы бы этих результатов не достигли. Поэтому та система, которая создана, которая работает, она абсолютно соответствует сложившейся обстановке. Мало того, она позволяет нам обкатывать какие-то новые подходы, и мы в ходе этой работы находим вот те дополнительные вещи, которые применяем уже здесь, непосредственно в Российской Федерации, вернувшись оттуда. За пять с небольшим месяцев активной фазы боевых действий в Сирии был нанесен колоссальный удар по позициям террористов. Всего при поддержке нашей авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и более 10 тысяч квадратных километров территорий. За это время в результате ударов удалось серьезно остановить в отдельных местах и полностью прекратить ресурсное обеспечение террористов за счет пресечения торговли углеводородами. Прикрыты основные пути доставки оружия и боеприпасов в боевика. На территории Сирии уничтожено более 2 тысяч бандитов, выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров. Я считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. Однако на этом военная помощь Сирии не прекращена. Российские пункты в Тартусе и на авиабазе Хмеймим продолжают работу в прежнем режиме с выполнением боевых вылетов и уничтожением незаконных вооруженных бандформирований. Наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные на аэродроме Хмеймим будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха. Это часть нашей воинской группировки находилась в Сирии традиционно в течение и многих предыдущих лет, а сегодня должна будет исполнить очень важную функцию контроля за прекращением огня и созданием условия для мирного процесса. Историческое значение для сирийского народа имеет боевая операция, получившая название «Заря Победы». Окончательное освобождение одного из самых древних, постоянно населенных городов мира Алеппо началось 15 ноября 2016 года с массированных авиационных и ракетных ударов ВКС и ВМФ России по террористам. Эта победа существенно подрывает экономическую базу террористических группировок, а также резко ослабляет позиции исламистов в соседней провинции Идлиб. Бандиты были окружены, локализованы в нескольких кварталах восточного Алеппо, и при мне была проведена уникальная, не имеющая аналогов, операция по выводу боевиков из вот этих окруженных кварталов. Мы, когда начинали эту операцию по выводу, мы не имели точного представления о том, сколько боевиков там находится. По нашей оценке, их было там несколько тысяч, а вывели мы более 30 тысяч боевиков, членов семьи, которые могли сопротивляться еще долго-долго-долго. Однако в это время в другой части страны сирийские военные терпят поражение. В декабре 2016 года боевики снова захватывают Пальмиру. Два с половиной месяца они удерживают этот древний город. Но 2 марта 2017 года в течение суток правительственные войска, воспользовавшись точечными ударами российских ВКС при поддержке сил специальных операций, второй раз освобождают Пальмиру. Спустя два года после начала противодействия международному терроризму в Сирийской Арабской Республике ВКС России выполнили более 30 тысяч боевых вылетов, уничтожили свыше 90 тысяч объектов террористов. Беспилотные летательные аппараты совершили более 14 тысяч разведывательных вылетов. От боевиков освобождено 85% территории Сирии. Разгромлены крупные бандформирования в районах Хама и Хомса. От террористов очищена провинция Латакия, освобождены города Пальмира и Алеппо. Под правительственный контроль возвращены нефтяные и газовые поля. Также была разблокирована Дорога жизни, единственная трасса, связывающая Дамаск с севером страны. И это лишь часть успешных операций, в которых важнейшую роль сыграли российские военные. В сентябре 2017 года авиация России продолжает наносить точечные удары по позициям боевиков. Сирийской армии удается осуществить прорыв к Дейрос-Зору. Именно здесь сконцентрировались остатки боевиков. Уставшие от бесчинств, террора и постоянного страха жители страны, на территории которой когда-то зарождалась человеческая цивилизация и многие мировые религии, могут снова обрести веру в людей и долгожданную возможность мирной, спокойной жизни. В ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом мы получили определенный опыт ведения как боевых действий, так и опыт постконфликтного урегулирования и проведения миротворческих и гуманитарных операций. Конечно, имея такой опыт, вооруженные силы Российской Федерации готовы и способны по приказу Верховного Командующего выполнить любую задачу. Их на сегодняшний день сирийский народ гораздо ближе к миру, чем это было даже полгода назад. Поэтому все, что там сделано и все, что там делается, в конечном итоге придет к тому, что на многострадальной, древней и благодатной сирийской земле мир наступит. КОНЕЦ КОНЕЦ Совместный концерт Вооруженных сил России и обычных жителей провинции Латакия закончен, но мирные инициативы будут продолжаться. Пока оплот спокойствия в регионе Базах Меймим стоит и выполняет свою работу, народы Сирии и России могут думать о делах мира, а не войны. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...